Всем привет! Сегодня я продолжу видео о покупках, как я вам обещала, но я решила не делать много видео, а сегодня я соединю все свои покупки в одном видео, что-то мне не особо придет, грубо говоря, делать несколько видео, поэтому я сделаю только одно, в котором я соединю все, что я купила за прошлый месяц, а у меня еще один заказ, все едет ко мне, едет ко мне, никогда ехать не может, так что его уже перенесем на следующий раз, а в любом случае, сегодня будет много моей болтарни. Я обновила умывалки, купила себе две умывалки, которые я уже пользовалась сто раз, на сто раз я вам их уже показывала, поэтому будет все мельком на самом деле. Умывалка от Clorance с семенами хлопка для нормальной комбинированной кожи в виде, она идет такая беленькая, она в виде такого, кремовая у нее такая текстура. Очень хорошая умывалка, покупаю второй раз, очень мне нравится, умывайся ей вечером, это моя вечерняя умывалка. Супер я довольна, в плане состава, которым Габи, благодаря некоторым личностям, с которыми я общаюсь, начала интересоваться. В плане состава, какой у него состав, я не знаю, но не думала, что самый хороший, но ничего к этому, потому что не знаю, но в принципе, очень-очень мне эта умывалка нравится. С удовольствием, с удовольствием, с удовольствием я ей пользуюсь. А на утро умывалка, как я показывала в своем видео, видео-видео-видео, ну, мой утренний режим, я пользуюсь вот такой вот умывалкой от Etude House. Это корейская косметика, это умывалка для комбинированной кожи, которая должна очистить ваши поры, она называется Baking Powder, и она на основе соды, тип соды. Ну, соды, если честно, тут нематывающие, но тут есть очень много разных лимонных эксфолиированных частичек, ну, так, короче, сказать нельзя. У нее такой лимонный немножко вкус, когда некоторые личности, как я, попробуем умывалки на вкус. В общем, у нее, кстати, состав, я, по-моему, дала четверку с десяти, потому что я сама смогла разобрать, тут есть некоторые синтетические компоненты, синтетические, да, но, в принципе, она неплохая. Я умываюсь ей утром, потому что я люблю, чтобы утром у меня немножко были умывалки с такими скрабирующими частичками для того, чтобы за ночь та кожа, которая у нас восстановилась, утром ее хорошо так проскабировать. Но у него такие частички очень-очень мелкие, он тоже идет такой более кремовый, а я его хорошо-хорошо в руках распениваю и потом наношу на лицо. И видео, когда я умывалась ей утром, то показалось, что я пробовала лицо свое тру сильно так, но на самом деле я еле-еле-еле, а я дотрагиваюсь, потому что она очень пенится, и она тоже дает такое полное белое покрытие, и я просто, знаете, как бы массирую свое лицо, еле-еле дотрагиваясь пальцами. Если мы уже на умывалке, давайте я вам покажу, что я себе приобрела еще два новых спонжа. Это коньяк-спонж, да? Ну, конжуковый, конжуковый или коньяк, как он правильно называется. У меня он от фирмы Life, израильская фирма, они обычно продаются один плюс один, в этот раз я взяла и черный, и белый обыкновенный. Во многих отзывах слышала, что разница между ними так-таковой на лице не чувствуется. Говорят, что черный пропитан углем именно для комбинированной кожи, белый он стандарт. Также я много слышала отзывов, что девочки говорят, что он какой-то непонятный, они не понимают, что с ним делать, и не то, что не понимают, то есть они от него чего-то ожидают, и он как бы их не удовлетворяет их ожидания. Я вам могу сказать так, что я этим спонжем люблю пользоваться утром вместе с умывалкой, как вы видели, я не пользуюсь каждый день, я пользуюсь, может быть, через день, хотя, знаете, я так и не поняла, пользоваться я каждый день или не каждый день, потому что отзывы и советы, и разные форумы, и сайты говорят по-разному почти везде, поэтому толком, если честно, я не знаю. А я пользуюсь, как мне кажется, на мою коже, но он очень нежный, хорошо эксфолирует мертвые частички или сухие какие-то шелушения на лице. Вот на данный момент я где-то вот неделю уже не пользуюсь спонжиком, потому что мой уже тут старый вымер, я бы выкинула, а я еще не открыла. Я прямо чувствую разницу между тем, когда я пользовалась, и между тем, как я перестала пользоваться, потому что все-таки он очень помогает эксфолировать то, что нужно на вашем лице, поэтому да, я себе еще прикупила. Это будет самая смешная покупка, но я должна была вам рассказать, потому что у меня был полный восторг, восторг за 2 копейки, как говорится. Зубная щетка. Слушайте, купил себе зубная щетка, она копейки стоит, да, в Израиле в Суперфарме продается от фирмы Сенсудайн, и она тут написана джентл. Чем она мне так понравилась, а у меня, как оказалось, я купила 4 одинаковые щетки, не важно, а у нас она сейчас стоит. В общем, чем она мне понравилась, что, во-первых, она очень плотно набита, у нее очень длинный ворс, и каждая ворсинка, она немножечко заостренная, а она супер-супер-супер мягкая, и тем самым она очень-очень хорошо чистит зубы, кто любит обыкновенные зубочистки, зубочистки, ну зубные щетки, не зубочистки. Она очень хорошо чистит зубы, и она также как бы не травмирует десна, и кто из вас любит очень так массивно чистить зубы, и также она пробирается за счет своих тоненьких и остреньких конечков очень далеко, чтобы прочистить пространство между зубами. Слушайте, просто находка, я ее купила только потому, что мне понравились эти заостренные конечки, сразу заметно здесь, когда смотришь. В общем, очень-очень советую, я уже советовала, по-моему, всем ее, кому могла. Помните, в прошлом видео я вам рассказывала, что я купила два продукта от фирмы Dr. Orr, Dr. Orr это израильская фирма. Первый продукт, который я купила, из-за чего, в принципе, я купила эту фирму, это был вот такой вот дневной крем, который мне очень нужен был. Это крем из серии Alpha Milk Skin для проблематичной кожи с разными проблематичными зонами. Тут SPF 14, и он oil-free, и в общем, весь такой крутой. Я поставила фотку в инстаграм, рассказав вам, что я эту купила, что вы по этому поводу думаете, кто-то из вас пробовал. Многие из вас написали, что вам этот крем жирнит кожу, и что он плохо сидит, и он делает, ну, жирное лицо и тому подобное. Насколько у меня комбинированная кожа и много кремов на такое дело, вот этот крем на мне абсолютно этого не делает. Мало того, поскольку здесь есть синтетический SPF, мне такое чувство, что этот синтетический SPF мне высушивает очень сильно кожу на лбу, это особо заметно. Он вот такой вот белый, вот такой вот белый. Вообще, почитав, что такое синтетический SPF, и в Израиле, по-моему, все продукты, что я до сих пор проверяла с SPF, они с синтетическим SPF. Мне немножко дурненько стало, и я очень сейчас жду заказ, который я заказала, а другой немножко косметики, чтобы поменять его, потому что не хочу больше пользоваться синтетическим SPF. После того, как я это прочитала, очень сложно вернуться обратно. Кому это мало волнует, то я могу сказать, что этот крем, ну, вообще не жирнит кожу. Он даже менее жирнит кожу, нежели мой Лолин крем, который я вам уже не раз показывала. То есть он вообще кожу делает, ну, можно так сказать, матовый, не совсем, конечно, матовый, потому что кому комбинированную кожу конкретно, только, может быть, матовый крем может сделать матовым, но он вообще не жирнит кожу, то есть этой проблемы здесь вообще не существует. В принципе, крем не плохой, единственное, что вот этот компонент и то, что немножко все-таки он такой густенький, мне кажется, что немножко мне наоборот высушивает кожу. Следующее, что я вам покажу, я сделала заказ с сайта Feel Unique. Кстати, если вы обратили внимание, что я относительно тихо говорю, это потому что мой муж, я его выгнала из спальни, он спит в второй комнате, и очень слышно, если я буду громко говорить, потому что я тихо немного говорю. В общем, сделала заказ, купила себе вот такой набор от John Frieda, с этой маркой я знакома, но в Израиле она представлена очень, если она до сих пор представлена вообще, по-моему, у меня тут ничего нет, а может быть есть, да, но она очень-очень мало чего представлена, буквально там 3-4 продукта. В общем, давно я хотела попробовать их шампунь-кондиционер для брюнеток, и также в этом наборе есть Lick and Shine, то есть тоже какая-то там такая смесь, которую вы наносите немножко на руки, на волосы, и она должна вашим волосам придавать блеск. По поводу этого набора мне нечего сказать, это мусор, мусор, еще раз мусор. Но это ужасные шампуни для меня были, просто отвратительные, тут всего 50 в миле, и если бы Дона могла говорить, Дона бы вам рассказала бы, как они на ее шерсти действуют, потому что буквально после трех разов, что я их попробовала, я отдала, то есть отдала Доне, я Дону ими вымывала потом, ее грязные лапы, поэтому, в общем, эти шампуни, это просто отвратительно, ничего хорошего, позитивного, положительного по поводу них вообще не могу сказать, лично я. Единственное, что тут написано, что в составе шампуня-кондиционера есть масло миндаля, вот могу честно вам сказать, что миндалем эти шампуни пахнут. Вот это единственное, что, и то это, наверное, какой-нибудь добавка красителя или тому подобное. Эта штука тоже, волосы от нее после нее не блестят, ничего она не передает, в общем, не знаю, штука эта, конечно, полная, на Доне шерсть ее нанесить, конечно, не буду, это я закончила на Доне, это был просто ужас, и больше и я не буду, это не то, что приближаться, пробовать вообще примерно, но из вас, кто... могу сказать, что это очень хороший комплект, он не очень дорого стоил, то есть он вообще, по-моему, не дорого стоил, а попробовать, чтобы понять, нравится ли не нравится, потому что достаточно продукта, чтобы понять, нравится ли этот шампунь, поэтому, в принципе, я советую, если вы хотите попробовать, купить вот такие комплекты, но вообще я от себя лично не советую вот это вот, Еще одна вещь была, что я заказала тоже с Fel Unique, это был крем, это был крем Embryolisse, я вроде бы заказала оригинальный, но может быть я ошибаюсь, Light Cream Concentrate, for all skin types, в общем, вы его наверное все знаете, вы про него наверное все слышали, потому что на ютубе по поводу него тоже есть хип-хоп, но очень многое про него говорят, я заказала самую маленькую версию, тут есть 30 миль, этот крем нам, состав у него неплохой, кроме того, что там есть, минеральное масло, каждый парад относится к минеральному маслу, так что выбор ваш, я заказала маленькую, чтобы попробовать, потому что все покупают, и мне надо было как обычно, он вообще, что нам это обещает, он может служить как крем дневной, ночной, база под макияж, маска увлажняющая, смыватель косметики, то есть смывка кремовая, мазать по малышей можно им, в общем, много чего им можно делать, такой знаете, универсальный крем, насколько я знаю по поводу этого крема, что он служит барьером между, если например как база под макияж, он служит барьером между вашей кожей и макияжем, то есть что макияж не будет действовать на вашу кожу, потому что когда вы наносите крем, он как бы делает барьер, который защищает какое-либо воздействие косметики на вашу кожу, вопрос, если вам такое нужно, я им пользуюсь исключительно как ночным кремом, понятно, что для меня это вообще как дневный вариант, не вариант, на данный момент в Израиле тепло, жара, то есть, ну вообще не вариант, как ночной крем он работает хорошо, никаких, как бы, ничего плохого не могу сказать, поэтому да, как ночной крем, он меня удовлетворяет, он увлажняет, он хорошо впитывается, не оставляет какой жир на маске, утром встаешь, лицо замечательно себя чувствует, никакого раздражения, ничего, поэтому... Следующий крем, что я вам покажу, это крем от Бобби Браун, такая вот малютка, это крем для коробочка, зачем я показываю коробочку, это крем для зоны под глазами, у меня просто увлажняющий крем, самый обыкновенный, на основе воды, минеральной воды и алювера, а состав у него фиговый, ну там есть все, что хотите, все, что не хотите, но девочки, это вот маленькая коробочка, просто делает чудеса с глазами, мне очень нравится, как он работает на зоне, на коже под глазами, в общем, он замечательно увлажняет, подсвечивает, вытягивает, в общем, не знаю, он классно работает, я от него в полном восторге, я изначально, перед тем, как его купить, пошла в Бобби Браун и попросила, чтобы мне дали вот такую вот миниатюрочку, то есть дали попробовать, потому что пробников так таковых Бобби Браун нету, и они вам дают вот такие вот малюхонькие баночки, туда отливают, и вы пробуете, подходит вам и нет, он мне понравился, мне этой баночки охватило на две недели, и я пошла, то есть я не пошла, мне купили, попросила купить мне в Дьютифли, потому что он дорогой крем, и в Дьютифли выходило дешевле, я им очень-очень довольна, кроме состава, который идиотский, ну, неважно, я, конечно же, его использую, потому что, в общем, не знаю, в последнее время ночные крема мне очень нравятся, то есть я его, конечно, использую только на ночь, хотя и утром тоже использую, утром тоже хорошо сидит, косметику и все, но в основном из-за того, что в нем присутствует на каком-то там месте витамин А, ретинол, то я его в основном использую на ночь для того, чтобы не было никакого соприкоснования ретинола и солнца, очень хороший крем, очень-очень мне нравится, просто вот такая вот классная пятерка, если не считай, состава, в общем, что хотела сказать, с ночным кремом мне для глаз везет последнее время, и Kiehl's мне нравится, этот мне нравится, как-то вот, да, только ничего натурального в них, наверное, нету. Недавно я также делала заказ с Сехерба, и хочу вам показать только одну вещь, это вот такая вот пудра, которая называется Larnim, она называется Dusk Till Down, это пудра, которая, ну, она, ее нужно использовать на ночь, ну, можно не на ночь, вообще во всех отзывах, где я читала, мало кто ее на ночь, на самом деле, как она должна использовать, это используют, используют ее просто как пудру или под макияж, то есть после крема наносят ее, и потом макияж, она как бы должна решать ваши проблемы, она должна убирать лишнее сало кожное, или как оно там называется, а его нужно после всех кремов наночить на ночь, и она вообще не сушит, и все, к сожалению, мне эта пудра вообще не подошла, она мне дико высушивает кожу, ужасно, то есть я ее наношу, и у меня начинается кожа так, значит, сильно-сильно чесаться, начинаются быть сухие зоны, поэтому для меня это вообще не вариант, я ее попыталась, попробовала неделю, это куда-то пойдет, даже не знаю, кому ее предложить, кому-нибудь предложу, кому такой вариант подходит, потому что, может быть, каким-то подростком, даже, я не знаю, может быть, потому что я, знаете, вообще у меня такое чувство, вот, это сейчас будет, наверное, очень банально звучать, ну, в момент, как я переступила, не то, что переступила, вот мне сейчас 31, вот, я начинаю чувствовать, что моя кожа меняется, то есть она до сих пор комбинированная, но она становится более, ну, то есть комбинированная, сухая, то есть она требует намного больше влаги, нежели она требовала до этого, вот у меня такое вот чувство. Не знаю, может быть, связано это с возрастом, не связано, не знаю, может быть, что я пользуюсь другой, что у меня такое чувство складывается, не знаю. Слушайте, я вижу, что видео получается длинным, поэтому, наверное, я здесь остановлюсь, у меня на самом деле осталось всего 3 продукта, но все эти 3 продукта от одной марки, про которые я вам изначально хотела сделать отдельное видео, и, наверное, так я и оставлю для того, чтобы это видео не было у нас опять на 30 минут, и чтобы вы не устали меня слушать. Так что, надеюсь, вам было интересно, если вы что-то из этого пробовали, вы знаете, что делать, расскажите мне в комментариях ваши чувства, а посоветуйте мне, пожалуйста, какую-нибудь хорошую умывалку для лица, для комбинированной кожи, нормальной комбинированной кожи, с более-менее натуральным составом. Если вам интересно, хотя нет, вы знаете, что в следующем видео, когда я буду рассказывать про вот эту марку косметики натуральная Андалу, что я заказала пробовать, я там вам расскажу, где я проверяю состав косметики, чему меня научила Аня. Я не буду сейчас это вмешивать, для того, чтобы не было тут такого каши в голове, по-моему, и так каша сложилась. Ну что ж, на сегодня все, увидимся очень скоро. Пока! Всем привет! Сегодня у нас будет видео о покупках, и будет пару следующих видео тоже о покупках. Как-то у меня за месяц апрель собралось много покупок, и чтобы не мешать...